Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Сегодня у нас очередная пятиминутка. Видеоролик на самом деле очень полезный, так что обратите на него внимание. Сегодня поговорим о том, как локально синхронизировать данные с вашей облачной учетной записью, к примеру, Dropbox, Яндекс.Диска, либо Mail.ru диска и прочих облачных хранилищ, таким образом, чтобы у вас не пропадало место на вашем основном компьютере, на жестком диске. То есть, смотрите, когда вы качаете фирменный клиент под то или иное облако, я покажу на примере Dropbox, выясняется, что, допустим, файлы, которые вы синхронизируете, они занимают место на вашем компьютере. Если места не хватает, то есть выборочная синхронизация, то есть, когда вы берете какие-то свои основные важные для вас папки. Но как быть, если вам нужен полный доступ ко всему вашему добру, и при этом у вас физически не хватает места на компьютере? Вот это смарт-бук, здесь всего 70 гигабайт внутренней памяти. При всем при этом у меня на Яндекс.Диске занято чуть больше 100 гигабайт. То есть, куда мне их скачать? А некуда. Но, есть такая программа замечательная, которая называется Disk.O. Я аналогичную программу рассматривал год тому назад от американских разработчиков, и там проблема вся заключалась в том, что программа стоила, по-моему, 35 баксов, и многих это отпугивало. Эта же программа распространяется совершенно бесплатно. Единственное, что, как вы видите, она пока находится в стадии бета-версии, но при всем при этом работает исправно. То есть, давайте пройдем в этот компьютер и посмотрим. Внутренней памяти у меня 30 гигабайт, SD-карточка порядка 60 гигабайт. Ну, куда мне девать вот эти вот 100 гигабайт, скажите мне, а некуда. Но при всем при этом у меня появился сетевой диск, который мы видим свободно 115 гигабайт, общий размер 210 гигабайт. То есть, я подключил свою учетную запись Яндекса, Яндекс.Диска, как локальный, либо сетевой жесткий диск. Давайте пройдем. Все это делается по интернету. То есть, физически этих файлов у меня на компьютере нет. И это не веб-интерфейс, это все работает через проводник, что очень сильно упрощает нам с вами задачу в плане работы с документами. Вот, давайте посмотрим. Файл, да, сколько он весит? 95? Нет, 92 мегабайта. Это подкаст с разработчиком игрушки Надежда Хадли во вселенной Чужих. Давайте его запустим, и как быстро... Да, это нормально. 92 мегабайтный файл запускается мгновенно. То есть, за счет чего? Просто потому, что все делается в режиме онлайн. Файл как бы и у меня, и не у меня. Но если я захочу его сохранить, видоизменить, то файл закачается во временные файлы Windows. Я поработаю, снимать, редактирую, добавлю изображение в текстовый документ. Если так, пример, Word. Сохраню. И когда сохранения будут происходить здесь, этот файл из временной папки просто улетит в облако, и произойдет синхронизация. То есть, допустим, туристический поход. Это мы ездили в горы. Давайте запустим видеоролик, который весит 3,5 гигабайта, и посмотрим, как он потоково. Я еще раз повторяюсь, это не у меня, это в облаке. Как он потоково будет запускаться? Конечно, лучше было бы запустить с VLC Media Player, но, вот, я тогда был с экшн-камерой, мы тогда, восхождение у нас заняло не так много времени, всего 3 часа, просто я не ожидал, что батарейка сядет за полтора часа, то есть надо было взять запасную, я не подготовился, но я свожу всю суть к тому, что вот перескакиваем на 50-ю минуту, и все перескакивает. То есть, но файла у меня нету, это очень здорово. Как получить такое же добро, чтобы можно было полноценно работать со своими файлами? Очень просто, качаем программу disk.o, ссылка будет в описании под этим видеороликом. После того, как вы запустите программу, вас спросят, хотели бы вы, чтобы она запускалась вместе с Windows. Я отключил, то есть я запускаю программку, и только тогда у меня появляется сетевой диск Яндекса. Но мне так удобнее, потому что не всегда мне нужны эти файлы. Да, и я не хочу тратить оперативную память на смартбуке всего 3 гигабайта АЗУ. Итак, давайте нажмем добавить диск, и вот смотрите, пока она находится в стадии бета, разработчики обещают, что будет поддерживаться Google Disk, Dropbox, OneDrive от Microsoft, просто Box, облачное хранилище от Амазона, Hotbox, WebDev, я не знаю, FTP мне пригодится для работы с моим сайтом. То есть, да, я заливаю подкасты, получается, статьи на свой сайт через FTP-сервер. Это очень удобно. И нам предлагается пока что подключить Яндекс.Диск и облакомail.ru. Мы видим, что до 1 февраля 2018 года пока нам разрешается все это добавлять бесплатно. Я не знаю, какие планы у разработчиков. Может быть, они потом тоже за свое приложение будут просить деньги. Пока неизвестно. Но самое главное, что я не думаю, что они будут просить больше 35 баксов, как американцы. И, естественно, я буду пользоваться, я буду покупать русский продукт. Тем более, он сделан на совесть. Итак, пока можем подключить учетную запись mail.ru и Яндекс.Диск. Но сам факт того, как это все работает, бесшовно, плавно, я думаю, я вам показал. И вы сами в полном восторге от этой программы. Так что пользуйтесь на здоровье. Пишите в комментариях, что вам больше нравится. Прошлая программа, которую я показывал год тому назад. Либо это, оставляйте свое мнение, предположите, какая будет цена. Мне самому интересно, сколько будут просить разработчики за это добро. И, в принципе, если знаете какой-то аналог, да, но только не программу Carrot. Мне многие писали, что есть программа Carrot. Якобы она делает все то, что я описывал в видеоролике. Нет. Carrot это программа типа peer-to-peer. То есть используйте файл, закачивается локально, работаете с ним, сохраняете. Он отправляется в облако, то есть это не в режиме онлайн, а файл необходимо закачивать физически. Здесь же все делается в режиме онлайн. Всем пока и до скорых встреч. Идеи для следующих 5 минуток можете оставлять в комментариях под этим видеороликом. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok